Глубоко уважаемые коллеги, в данном случае я хочу сказать о том впечатлении, которое есть в нашем институте при лучевой терапии сарком мягких тканей. Ну вот, наиболее встречаются часто вот такие вот типы сарком, и эти перечисленные опухоли составляют примерно 70-80% всех сарком мягких тканей. Что касается степени злокачественности сарком с точки зрения лучевого терапевта, то она определяется клеточной дифференциацией, степенью полимальфизма, степенью клеточности, числом метузов и так далее. Это здесь достаточно хорошо написано, но наиболее значимым прогностическим фактором, когда, собственно говоря, нам и делать нечего, это, конечно, тогда, когда появляется метастаза. Вот анализ более 2000 историй болезни показал, что частота наличия лимфогенных метастазов 3,9%. Это, ну, самый неблагоприятный, так сказать, случай. Ну, и наиболее часто они обнаруживаются вот при тех саркомах синеньким, вот это показано, когда, так сказать, это происходит. Но вы сами прекрасно понимаете, что наиболее часто и прекрасно это знаете, наличие гематогенных метастазов в легких. При этом я все-таки хочу сказать, хотя я тоже прекрасно понимаю, что в этой аудитории абсолютное большинство это все знает, что при первичном обращении больных в клинике, в легких уже имеется, у четверти пациентов имеются метастазы в легких. Надо иметь в виду, что в ряда типов сарком склонность к локальным рецидивам при низкой и средней степени злокачественности, они примерно одинаковы, независимо от того, какая степень злокачественности. Ну, и, наконец, это то, что касается непосредственно доклада, который я должен делать. Ну, вот вопрос на назначение о том, нужно или не нужно назначать радиационного действия при царкомах, обсуждается уже в течение многих лет. И, в общем, считается так, об этом уже сегодня говорили, что если вы не производите облучение, то у вас результат будет значительно хуже, чем при комбинированном лечении. Причем вот здесь указана доза при послеоперационном облучении 60-65 грей. Ну, вот в Национальном раковом институте в Соединенных Штатах в свое время было проведено исследование, было взято 80 больных саркома Ж1, в котором выполняли только хирургическое вмешательство, а другим проводили после него адевантное радиационное воздействие, вот в тех дозах, которые там указаны. Ну, и разницу вы четко видите, что лучевая терапия имеет, безусловно, положительную роль. Кроме того, вот тоже в Национальном раковом институте появились рандомизированные исследования по сравнительной оценке органов, сохраняющих операции и комбинированного лечения. Видите, процент местных рецидивов в хирургической группе 17%, а в группе комбинированного лечения всего лишь 1%. Теперь практически все вы, то есть, скажем, не те, кто работают в больших клиниках, а те, кто работают в практической сети, все вы используете адевантное облучение. Значит, вот преимуществам этого адевантного облучения надо подходить следующим образом, что здесь, конечно, нет задержки выполнения оперативного пособия, имеется точная морфологическая характеристика опухоли и адекватно, конечно, распределена степень распространения опухоли. Вот Балой из Агарса, сделав большой анализ литературы, считает, что оптимальной дозой при послеоперационном облучении, обычном, стандартном, без всяких современных фокусов лучевой терапии, является дозой все-таки 60 грей, по 2 грей за фракцию для опухоли с негативными краями и 68 грей для опухоли с позитивными краями. В то же время, вот по мнению Пистов, основным фактором, который влияет на появление локальных рецидивов при любых вариантах лечения, это являются позитивные края после хирургического вмешательства. Теперь вот громадный обзор литературы, который был в свое время сделан, это 4,5 тысячи больных, все-таки говорит вот о чем, что суммарная очаговая доза, тогда, когда вы используете обычную технику лучевого лечения, должна быть при послеоперационном облучении порядка 50 грей и добавочно на ложе опухоли 10 грей. При наличии резидуальной опухоли вы можете повысить дозу до 65-70 грей, но и будете иметь соответствующие последствия. Вот все-таки достаточное число клиницистов склоняется к тому, что в случае сарком низкой степени злокачественности и отрицательных краев резекции терапия не является обязательной. И вот, в частности, по мнению Теодора Филлипса, который руководит отделением радиационной онкологии в Медицинском университете Галифорнии, что если опухоль небольшая и сделана широкая эксцезия, краев резекция негативная, то радиотерапию назначать не нужно. Но я все же считаю, основываясь на анализе литературы, что все-таки целесообразно назначение одевантного облучения как при позитивных, так и негативных краев резекции, а также саркомах низкой степени злокачественности. Но, честно говоря, в общем, одевантная лучевая терапия, конечно, имеет свои определенные преимущества, но как цель помочь, так сказать, хирургу получить лучшие результаты, она, конечно, безусловно проигрывает неодеванному режиму. Ну вот здесь перечислены, почему это происходит, и с этим, в общем, в радиобиологии никто не спорит. Но вот на иду с преимущественно передоперационного облучения последствуются его и большие недостатки. Нередко задерживаются осуществления операции из-за проблем заживления раны, и в ряде случаев хирургическое вмешательство проводится без получения точных характеристик опухоли, и нет адекватной информации о истинной степени распространенности опухоли. Те, кто занимается, все-таки, несмотря на все, дистанционным предоперационным облучением, вот это, кстати, Танабе, он использовал предоперационное облучение в дозе 50 ГРИ, это очень большая доза, у 95 больных саркома низкой степени, средней или высокой степени с злокачественными. Позитивные края резекции, как вы видите, были у 24 человек, и они не получали дальнейшего лечения. Значит, частота пятилетнего контроля в случае позитивных краев 68%, в случае негативных краев 91%. Вот здесь было проведено наблюдение за 199 больными саркомами, и часть пациентов получили неадъявантную терапию в той же самой дозе 50 ГРИ, другие получили адъявантную 60 ГРИ. Среднее время последствия было 3,3 года. Осложнения со стороны раны были у 37% лиц, которые получили предоперационное облучение, что, разумеется, является абсолютно неприемлемым. И у 17%, которые получили после операционного облучения. В Массажирске с Генеральным госпиталем в 2001 году при предоперационном облучении общее число осложнений со стороны раны также составило 37%. Причем, вы видите, ужасная цифра. У 16,5% пациентов потребовалось повторное хирургическое вмешательство. В трех случаях необходима даже была ампутация. Но число осложнений оказалось больше в возрасте 50 лет и на внешних конечнистях, чем на верхних. В Национальном раковом институте, где проводили, собственно говоря, такое же исследование, они довольно быстро его прекратили. Из-за чего? Что чистота осложнений, как вы видите, фактически та же самая. То есть здесь ни у кого никаких колебаний. Там 37%, здесь 35% при предоперационном облучении. А при одевантом всего лишь 17%. В МД Андерсон-Канцерн-центре это 135 человек, которые были предоперационное облучение. Доля тяжелых охлаждений со стороны раны была несколько меньше, но все равно 25%. Это, разумеется, абсолютно тоже неприемлемо. К сожалению, необходимо признать, что радиотерапия, которая назначается до хирургического пособия, она сопровождается значительно большим частом осложнений, особенно тяжелых, чем тогда, когда она используется в одевантном режиме. Вот при разборе случаев, кто прав, кто виноват, и как все это получилось, то есть необходимо иметь вот следующие вещи, принимать во внимание, что дистальная часть нижних конечностей, она менее толерантна к облучению, чем верхних. Запястья, стопы, лодыжки имеют низкую толерантность к радиации. И если при операции нарушена целостность надкотницы, то это также резко увеличивает риск переломов костей конечности после одевантного облучения. В принципе, лучевые повреждения представляют собой достаточно тяжело сложную патологию. Вот дискрасным это все изложено, вы быстрее прочьете, чем я вам расскажу. И поэтому, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы больные получали все-таки... Я не буду вот этот материал, он тандартный. Вот я хочу сейчас вам рассказать о том варианте лучевой терапии, который начали использовать в нашем институте примерно два года назад. Речь идет о брахитерапии. Это принципиально новый вид подхода к лучевому лечению при опухолях мягких тканях. Ну вот здесь вы видите, что... Сейчас, извините, одну секунду. Нет, все правильно. Доктор вводит вот эти иглы в опухоль. Это опухоль предплечья. На плечевой кости и на предплечье. И затем, после этого, происходит то, что называется составлением дозной карты. Ну, как вы видите, благодаря тому, что вокруг каждой иглы, в которую входит затем источник, соединен... Ну, это из аппарата подается. Если взять центр иглы, то от нее в одну и в другую сторону излучение проходит всего на 11 мм. Поэтому, конечно, игл ставится достаточное количество, чтобы получить нужное дозное распределение. Ну, и вот вы здесь видите, соответственно, полученные варианты дозного распределения. Практически, видите, вся опухоль находится в зоне облучения, в то время как кость практически не затронута. Ну, это вот в разных позициях это показано. И это четко видно вот здесь на представленной гистограмме, что опухоль получает большое значение, а большую дозу в то время как кость практически не получает ничего. Ну, вот, когда мы в первый раз это сделали, мы пришли к выводу, что, может, надо попробовать радиоактивные изотопы, которые помогут нам, как бы, картировать, куда больше иголок надо ставить и куда большую дозу надо давать. В данном случае это бедро, нижняя часть бедренной кости. И, как вы видите, это поглощает очень большое количество радиоактивного туморостропного препарата, технитрила, меченого техниэцием. Вот это, в различных вариантах это все видно, как это происходит, выявление, где наибольшая часть опухоли расположена с помощью технитрила. И затем, учитывая это картирование, так называемое, опухоли, вставляются соответствующие иголки и производится облучение. Значит, здесь вы видите брахиотерапевтический аппарат. Вот он. Это высокодозный брахиотерапевтический аппарат с движущимся источником Иридия-192. Вот видите, вот эти шланги, они подсоединены к иглам. И это 18 каналов здесь. И когда доходит до необходимой точки радиоактивный источник, то он движется или со скоростью 5 мм, или со скоростью 10 мм. И стоит в этой точке столько, сколько это положено по расчету. То есть, дозное поле всегда может быть сделано любым, оптимальным для любой конфигурации опухоли. Вот здесь вы видите, это уже дозное распределение. Видите, зелененьким вот эта опухоль, она практически не получает ничего, в то время как опухоль получает громадную, в общем, дозу. Вот здесь это опухоль стопы, липосаркома стопы. Видно, что она довольно хорошо поглощает радиоактивный заток. Вот здесь центр максимум этого поглощения. Все снимки сделаны на PET-CT. То есть, вот это снимок как бы с гамма-камеры. Это обычный снимок с КТ. И это совмещение КТ и того изображения, которое мы получаем на аффекте. Вот видно, что здесь центр самой большой этой опухоли. Теперь, вот здесь вы видите, уже окончательное дозное распределение при этом. И вся, практически, вся доза полностью ограничена опухолью. В то время как там, где не было активного поглощения препарата, фактически никакого облучения не происходит. Ну и здесь, соответственно, на диаграммах вам показано, что это действительно так уже не в зрительном виде, а на реальной гистограмме. Теперь вот такая вот лучевая терапия, она дает возможность сочетать пред- и послеоперационную лучевую терапию. Но здесь вы видите сарком, большую фонду саркома Креста, которая была сделана сначала предоперационная лучевая терапия. Затем, вот вы видите удаленный препарат. И после этого, конечно, операцию нельзя было признать радикальной. И поэтому больная получила стереотоксическую уже лучевую терапию в дозе примерно 50 Грэй для того, чтобы действительно была оказана максимальная лучевая помощь. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Сергей Васильевич, как бы Вы могли прокомментировать такую позицию профилактического облучения легких и головного мозга при остеогеносаркоме? Какий опыт в мире накоплен? Ваше мнение, какие позиции на сегодняшний день сейчас вообще существуют в этом отношении? Ну, во-первых, лучевой терапии уже лет 15 назад договорились, что тема профилактического облучения не бывает, потому что обучается только то, что имеет морфологическую основу. Это раз. А то, что касается профилактического облучения, то, что Вы называете профилактическим облучением головного мозга, от этого давным-давно отказались, поскольку никакого эффекта это не дает. Скородумов Юрий, Украина, Кировоградская областная онкологическая диспансер. Скажите, пожалуйста, роли и место томотерапии в лечении сарком? Роли и место томотерапии в лечении сарком? Понимаете, я не могу ответить прямо на эту запуску милициональных данных. Томотерапия широко используется, но я, так сказать, даже если бы не был такого типа лучевой аппарат, конечно, я бы использовал брахиотерапию. Потому что что такое томотерапия? Это те же срезы компьютерного томографа, только 6 миллионов электрон вольт на каждый срез, и Вы режете, так сказать, эту опухоль как Вам угодно и помещаете центр облучения как Вам угодно. Но, в принципе, томотерапия не имеет абсолютно, и не может иметь никаких преимуществ перед брахиотерапией. По какой причине? Вот я специально здесь не оговаривался о дозах, чтобы не вызывать недоуменные вопросы. В принципе, здесь только речь идет о так называемых изогреях. То есть истинной биологической дозе, которую мы подвели. Мы подводили здесь фракции по 15 грей, но вся история состоит в том, что если при радиобиологическом перерасчете и принятие альфа-бета, как большинство радиобиологов считают, что для мягких тканей где-то это 9 или 10, то получается, что опухоль получала приблизительно 110-115 грей в Вашем обычном исчислении. Понятно, что подвести такую дозу дистанционно невозможно. И вот практически когда Георгий Иванович потом оперировал эти опухоли, то 90% опухоли, даже больше, было занято микрозом. И операция происходила через 4-6 недель. Весь только вопрос состоит в том, что это достаточно сложная радиотерапевтическая техника. Она требует довольно серьезной аппаратуры. И, конечно, только если бы это было для саркома мягких тканей, мы бы на это никогда не пошли. Просто дело в том, что у нас эта техника используется для многих других опухолей, в частности, для рака председательной железы, рака шейки матки, рака пищевода, рака трахеи, рака бронхов и так далее. И когда, так сказать, это возможно, вот мы пошли и сделали у 10 больных вот эту брахитерапию. А так, конечно, только для мягких тканей покупать брахитерапию, но это мушество, конечно. Сергей Васильевич, спасибо за доклад. У меня, может быть, совместный такой вопрос к Артур Юрьевичу и к вам. То, что касается интероперационной лучевой терапии. Вот упомянулось, что использование интероперационной лучевой терапии, но, может, там начнет Артур Юрьевич. Какие вот прямые показания к интероперационной лучевой терапии? Вот, например, рак молочной железы, там четко очерчено, да, везде стандарт Т1, Н0, М0. Да, какие в данном случае стандарты существуют? И как формируется, и как должен, наверное, формироваться протокол интероперационной лучевой терапии? Вот это планирование. На самом деле, это очень большая тема для обсуждения протоколов при молочной железе пока не существует. Эти исследования, они очень красиво называются и идут в Германии до сих пор. Молочную железу облучают они при первой стадии у пожилых женщин. Что касается саркома, интероперационная лучевая терапия имеет ряд преимуществ в виде локального воздействия. У тех больных, у которых зона уже облучена, у тех больных, у которых есть важные структуры, которые требуют, это не панацея. Это метод, имея который в операционной, можно решить много проблем, но эти проблемы можно также красиво решить путем последующей 3D-облучения комфортной лучевой терапии. Интероперационная лучевая терапия имеет большое преимущество у больных, которые ранее получали лучевую терапию. Потому что именно с зоной, маркированной хирургом, их возможно облучать повторно. К сожалению, я не могу с вами согласиться. Вся история в том, что все кроется в деталях. А детали составляют, не будем сейчас говорить о молочной железе, это используется довольно широко. В Италии сделан специальный линейный ускоритель, где он активно используется. И там уже сотни больных проведены. И там уже даже установлено, что при Т1-Т2 можно использовать интероперационную терапию с помощью этого ускорителя в дозе 20 грей. Без наружного облучения? Без всякого последующего наружного облучения. Только один буст? Да. Извините. Буст – это тогда к чему-то. Да. А это никакой не буст. Это просто самостоятельная интероперационная лучевая терапия в однократной дозе 20 грей. И в Италии Умберто Веронезе делает это уже, по-моему, лет 8. И достаточно успешно это распространено. Это и американцы также делают. Да. Но взяли-то они это все с Умберто Веронезе. Теперь, то, что касается интероперационной лучевой терапии сарком мягких тканей, то я вообще считаю, что это технически невозможно. Почему это невозможно технически? Для того, когда вы рассчитываете лучевую терапию, дозу лучевой терапии, прежде всего вы должны понимать, что вот у вас все должно быть гладко на столе. Вот как вот этот стол. Ничто нигде не выступать, ничто нигде не западать. Для этого при интероперационной терапии те, кто занимается этим в брюшной полости, делают массу всяких фокусов, кладут всякие болюсы и так далее, чтобы выровнять вот это все. И стоит это безумно дорого. И, в общем, пока никакого достоверного эффекта не дало. Зачем это делать при мягких тканях, имея брахиотерапию, я вообще понять не могу. Но все-таки, Сергей Алексеевич, если бы вы использовали интероперационную лучевую терапию, на интробиме, то с какого влечения? На интробиме я бы ни за что не использовал лучевую терапию, потому что если вы внимательно посмотрите на интробим, то это близкофокусный рентгенотерапевтический аппарат. И более ничего. Далее к нему даются насадки в виде вот таких круглых насадочек. Да-да-да, они еще не зарегистрированы на стране. От маленькой такой до довольно большой. Если это маленькая вот такая насадочка, то это интероперационное облучение длится примерно 10-15 минут. А если вот эта самая большая насадка, то это интероперационное облучение длится до 40 минут. Теперь дальше. Это 50 кВ, да, облучение. Значит, извините меня, в школе еще учили, так я имею в виду в медицинской школе, что там поникновение на полсантиметра. Теперь дальше представьте, вы вставили вот эту, когда маленькой вы вставляете эту штучку, это пожалуйста. А когда вы вставляете вот такую громадную вещь, то там идет облучение одинаковое по всем стенкам. В этом весь смысл. Потому что внутри вот этой капсулы стоит так называемый вот этот источник, и он изотропный. То есть одинаково все облучается вокруг. Поэтому, я не знаю, так сказать, каков эффект может давать такое облучение при опухолях достаточно больших. Эта ямочка должна быть неглубокой. Именно поэтому итальянцы категорически протестуют против этого. И для этого у них сделан специальный интероперационный ускоритель, на котором можно делать и молочную железу, и на котором можно делать брюшную полость. А вот этот аппарат... Но если мы не берем брюшную полость, он все-таки конечный. Ну, конечно, как вы при конечности поставите... Как вы... Оно же имеет... Это шар, который вы туда вставляете. Вот вы вставили этот шар. И что, у вас вокруг этого шара все будет совершенно плоско? Нет, шар облучает не всю рану. Шар облучает исключительно зоны. 3-4 сантиметра. Он облучает... Там, извините меня, там изотропное излучение. Шар облучает как шар. Вот он именно как шар. Все облучается. Потому что источник стоит внутри. Поэтому излучение имеет специфическое название. Изотропное. То есть, что туда, что сюда, что вниз. Я прошу прощения, источник внутри шара или источник в аппарате? В аппарате же. Я повторяю, ткани облучаются изотропно. Потому что стоит источник внутри шара и одинаково. Он одинаково удален от всех стенок шара. Что туда, что туда, что вверх, что вниз. Излучение абсолютно одинаковое. Я постараюсь в следующий удобный случай сделать интероперационную лучевую терапию с помощью интрастатов и с помощью подвода игл. Это абсолютно современная методика. Это разные вещи. Это большое достижение, что в вашей клинике есть. То, что я показывал лучевую терапию в ранее, после хирургического вмешательства, это сравнимо, может быть, с охлаждением азотом. Там грубое сравнение. Это те точки, которые подозрительны хирургу. У меня есть большая презентация использования интеропима в лечении саркомиахих тканей. И там достаточно красиво показываются и зоны. Источники, я понимаю, в аппарате. Да. И там есть специальные наконечники, которые для нашей страны еще не зарегистрированы, которые позволяют придать, если говорить об итальянском и американском аппарате, то там нужна серьезная защита окружающего персонала. И нужна серьезная защита сердца путем укладывания пластины. В немецком аппарате все это отсутствует. Да, там долго. Делается не 30-40 минут, может быть, час, два, три. Но это точечное облучение именно тех зон, я говорю как пользователь-хирург, я говорю о тех зонах, которые у меня вызывают подозрения, которые никак не попадут в точечную лучевую терапию, если больной перейдет к радиологам. Их маркировать путем скобок, их маркировать путем рассказа, где это находится, очень сложно. Вот за бедренной костью, вот за большеберцовой, ближе к малоберцовым, и сантиметр ниже. Это не получится. Это нужна видеосъемка, фотосъемка. И все равно вы туда не попадете именно в той дозе, в которой вы хотите. Поэтому это совсем другая тема, она никак не связана с той лучевой терапией, о которой говорил профессор Канаев. Это разные вещи. Все дело в том, что действительно, если вы понимаете лучевую терапию, вот инстарбином, так как вы ее понимаете, то это ваше право и ваше разумение, вы оперируете больных. Но есть стереотоксическое облучение. И при этом стереотоксическом облучении в послеоперационном периоде мы попадем куда угодно. Потому что мы даже убираем метастазы, скажем, в головном мозге размером 1 сантиметр. После этого больной встает со стола, говорит спасибо, и мы его просто не выписываем в этот день. Он бы мог спокойно уйти, и в западной клинике спокойно уходит в этот же день. Но у нас он уходит на следующий день. Понимаете? Поэтому речь вся в технологиях лучевой терапии. Вот в чем дело. И все дело кроется в тонкостях. Спасибо. Да, пожалуйста, еще вопрос. И Васильевич, можно вопрос? Скажите, пожалуйста, когда вы получаете... У меня вопрос касаемо... У меня вопрос касаемо дистанционного облучения. Когда вы получаете пациента для адювантного режима после радикально выполненной операции, вы как формируете поле облучения? Что вы туда включаете? Вот этот СТВ, он какой? Спасибо. И второй. При современных 3D-технологиях комфортного облучения не считаете ли вы целесообразным возможность увеличения суммарной дозы при минимизации дозы на критические структуры, изолированности и так далее? Ну, Вы, собственно говоря, повторяете то, что я уже говорил. Да, действительно, нужно увеличение суммарной очаговой дозы, но только, извините меня, не по конформному облучению. Потому что конформное облучение это то облучение, которое тоже может создать любую форму опухоли, но с одинаковой интенсивностью. А при стереотоксическом облучении и иммуномодулированной лучевой терапии вы получаете дозу именно в той точке, которая вам необходима. То же самое происходит при так называемом использовании больших и малых арок. Это создала лаборатория Brain Lab. Для этого скуплен соответствующий стол, который даёт возможность всё это производить лечебный. Поэтому всё дело в том, какова Ваша технологическая отношения. Да, я имела в виду только как раз комфортную лучевую терапию, как вот по аналогии с предстательной железой, когда уже есть стремление к высоким дозам. Аналогии тут быть не может. На предстательную железу мы на сегодняшний день есть у нас специальная аппаратура лечения для лечения рака предстательной железы в режиме реального времени. Мы подводим дозу в Ваших обычных ГРЭХ, если говорить, то 150 ГРЭХ. Так что я не знаю, с чем здесь сравнивать. За три фракции. За три фракции. В то время как при обычной конформенной лучевой терапии, ну максимум, что Вы можете подвести, 72 и то получить. Извините, а первый вопрос. Просто почему этот вопрос у меня? Мы сталкиваемся с такими рабочими, иногда непонятными моментами, когда получаем пациента абсолютно чистого, ничего. У него все, что было, он приносит компетентные синки с большими объемами поражения, которые уже удалены. И что мы облучаем? Рубец понятно, ложи понятно, а учитывать ли нам прежние объемы? Ну тогда нужно использовать либо АФКТ, либо ПЭТ-КТ, для того, чтобы более четко понять объемы. Используем, очень активно используем. У нас это все есть. Ничего большего я предложить не могу на сегодняшний день. Сергей Васильевич, вопрос по спору пред или послеоперационная лучевая терапия, они как бы не утихают. Вы приводили данные, что при проведении предоперационной лучевой терапии повышается количество ранних осложнений послеоперационных. есть сторонники, говорят, которые о том, что при проведении послеоперационной лучевой терапии количество отдаленных осложнений в виде выраженных фиброзов, лимфодем, оно возрастает именно при послеоперационной терапии. Вопрос, отслеживали ли Вы послеоперационной терапии при проведении Ваш опыт, и какое мнение по этому вопросу? Спасибо. Дело в том, что когда мы проводим предоперационную лучевую терапию, то то, что мы получили, мы удаляем. Поэтому здесь и не возникает никаких сложных проблем, да, постадивационных. А когда вы проводите одевантную лучевую терапию, то то, что вы обучили, там оно на том самом месте остается. Поэтому от того, как вы сформировали поле, от того, как вы использовали многолепестковый коллиматор, от того, использовали или не использовали при этом иммуномодулированную лучевую терапию, от этого и будет зависеть эффект. А если же речь, я только хочу, чтобы меня правильно поняли, если речь идет о стандартной методике дистанционного облучения, то уже все давным-давно перестали за рубежом спорить. 35-37% осложнений при предоперационной лучевой терапии и, в худшем случае, 10% при послеоперационной лучевой терапии. Я повторяю, речь идет о стандартной технике лучевой терапии, сугубо комфортной, без любых других добавок. Сергей Васильевич, я, наверное, больше не в вашу сторону, я просто хотел сказать, что тема сегодняшней вот такой секции – саркомы. И понятно, что возможности лучевой терапии безграничны, но лучевой терапии мы добавили себе 15% работы. Это радиоиндуцированные саркомы, которые в огромном количестве мы сейчас начинаем видеть. Эти саркомы малочувствительны к химиотерапии, это саркомы, которые сложно удалять хирургически. Это тот же самый, там, Ходжкинские лимфомы и те же самые облучения сарком мягких тканей. И, конечно, подходя к решению вопроса о необходимости проведения лучевой терапии и целесообразности, необходимо думать о том, что каждый раз, отправляя пациента проводить лучевую терапию, нужно сопоставлять вот эти риски, риск развития локального рецидива, каков он, насколько он большой. И что проще сделать? Проще повторно прооперировать или зона не позволяет это сделать? И помнить о том, что, сделав лучевую терапию, мы на 15% можем увеличить собственную работу. А если исходить из главного принципа, работать меньше, получать больше, то это не укладывается. Ну вот я абсолютно с вами согласен. И не могу понять даже, откуда такая идея. Ведь я еще раз повторяю, когда идет стереотоксическая лучевая терапия, вы облучаете строго определенный участок чек. Ничего вокруг вы не облучаете. И я еще не слышал, чтобы от стереотоксической лучевой терапии возникали саркомы. Я такого не слышал. Еще не прошло до 100 времени. Да. Это раз. Теперь второй. Теперь второй вопрос, который касается о том, что мы себе добавляем, что мы себе не добавляем. Дело в том, что сейчас в отношении лучевой терапии и ее новых возможностей мы находимся только в начале своего еще пути. Понимаете, предсказать, что будет через 5 лет, точно будет так, если не будет расстрелять. Этого никто не может. Я просто призываю вас к тому, что вы должны помнить, что сегодняшняя лучевая терапия – это не рокус, который облучает один вариант или другой. Это не 6-мемный линейный ускоритель, а это сложный комплекс со столом, который должен иметь как минимум лечебным столом 16 вариантов подвижности для того, чтобы вы это могли сделать. Это комплекс, который позволяет вам произвести так называемые арки быстрые и медленные. И во время этой арки вы, например, от 40 до 60 градусов даете одну дозу, а от 60 до 80 – другую, а, скажем, от 8 до 100 – вообще ничего, благодаря соответствующей работе коллиматора. Понимаете? Поэтому при вот таком подходе к технологии лучевой терапии, при чем тут возникновение сарком, я пока понять не могу. Я объясню, если возможно все есть. Вы же не отрицаете, что лучевой терапия – канцерогенное действие? Безусловно. Но тогда, когда она… Это используются большие поля, но это должны быть поля хотя бы 5 на 8, 5 на 10, хотя бы вот такие поля. Тогда, безусловно, я о таких полях не говорил. Наверное, время покажет. Спасибо. Я думаю, что оно не покажет, оно нас рассудит. Спасибо, Сергей Васильевич. Мы исчерпали программу своей секции. Я от имени организаторов хочу выразить большую благодарность всем, которые принимали участие в работе нашей секции. Особой благодарности всем докладчикам. И радостно. Я вчера говорил в этом же зале, повторю сегодня опять. Мне радостно и приятно, что в зале очень много наших молодых коллег. Я считаю, что мы свою цель, которую поставили сегодня, добились. Спасибо большое.